Всем ультралайт! Друзья, пару дней назад вернулся с похода, хотел сразу сделать видео, но не получилось. Сегодня решил пройтись немного в лес, сделать ночевку и немного рассказать о том, что был за поход и какое снаряжение я использовал. Про снаряжение изначально я не хотел вообще ничего говорить, потому что, ну что говорить, все равно практически в каждый поход идешь на три дня, на неделю, практически одинаковое снаряжение. В этот раз я практически почти все снаряжение такое основное поменял, по крайней мере на этот поход точно. И вот про это немножко хотел бы рассказать. Поход наш был по Черемошу, мы начинали в Шибынах и закончили тоже в Шибынах. Поход был достаточно интересный, он был недолгий, три дня, но в принципе прилично, что произошло за эти три дня. Если опять же будет такое желание, как в прошлый раз, там хотя бы пару человек, можно было бы сделать стрим, и я бы более подробно рассказал о этом походе. Поход был, он по продолжительности был не такой длинный, это 80 километров, но по своей такой специфике был достаточно интересный, потому что 40 километров нашего похода, половина, было по Черемошу, то есть практически от начала Черемоша и до села. 40 километров по бездорожью, по реке, по заброшенным частям военным советским, ну и уже украинским, но там украинские войска, украинские погранвойска были очень короткое время там, потом это все заброшено, заброшено, и сейчас природа берет свое. Также мы записали ролик с этого похода, будет какое-то видео, опять не все получается так, как хочется, по разным причинам, в основном это технические моменты, но ролик про этот поход выйдет чуть позднее, уже на следующей неделе. Итак, друзья, про снаряжение. Первый это тент. У меня был Дешут С+. Первый раз я взял такой тент, хотя, скажу сразу, ни одной ночевки я в нем не проночевал, потому что мы ночевали так получалось, что или в Колыбе, или вот в этих военных домах, где были на Черемоше, мы ночевали. Поэтому он как бы не пригодился, и я его проносил просто в рюкзаке. По поводу рюкзака. Рюкзак у меня был, я, к сожалению, не пришлось мне его человеку отдать, пошел в поход. Это рюкзак от Hiborg Bandit LS, обновленная версия. А у Леши был рюкзак, обновленная версия Attila X. Это то, что по рюкзаку... По рюкзаку Bandit, хочу сказать, только одно. Это офигенный рюкзак, но он мне не совсем подходит, потому что он достаточно, ну, объемный, что ли. Крайне мере, у меня оставалось очень много места в нем. А так, конечно, рюкзак очень классный и удобный. Следующее, что было необычно, я сразу хочу... Рассказать... Это спальник, китайский спальник, который я поменял на пуховый квилт. Это квилт от Hiborg. Он будет в трех версиях. 250, 350, 450. Не хочу сейчас особо как-то заострять внимание на нем, потому что обзор будет чуть поздней. И его еще как бы нету на сайте производителя. Но поздней мы обязательно сделаем обзор на эти квилты. Такой, какой он есть, его крепление, как он крепится к коврику. Все очень удобно и клево. Мы его уже несколько раз тестили. И он нам очень понравился. Но, опять же, повторюсь, более какие-то обзоры по этому квилту будет чуть позднее. Следующий у нас появилась пуховка от Hiborg. Очень классная, удобная, теплая. На нее тоже обзор будет, но будет он чуть позднее. Потому что на сайте производителя этой пуховки нет. Следующий, друзья, из необычного или обычного. Я говорил, что не буду брать газ с собой в походы. Но в этот раз у меня не получилось так сделать. Хотя я газ взял достаточно необычный способ. Практически перед самым походом мне написал один парень, что я думаю по поводу газового баллона, который у него есть. Я перешел по ссылке и как бы так прозрел чуть-чуть. Вот он, газовый баллон. Это баллон для зажигалок. Ну, для заправки зажигалок. Который переделан в газовый, скажем, туристический баллон. Сюда помещается 50 грамм газа. Я обзор на нее обязательно сделаю. Может даже выйдет раньше, чем этот ролик про снаряжение. Очень необычная штука и очень мне понравился. И расскажу почему. Начинается дождь. Так вот, друзья, начался дождь. Но, в принципе, я хотел коротко, чтобы только рассказать по поводу пуховки и квилта, которыми я реально очень сильно доволен. Потому что пуховка от декатлона фактически уже отжила свое. И мне хотелось что-то, ну, уже новую пуховку. И как раз она у меня появилась. По поводу всего остального, это все вещи обычные, какие были. Кстати, по поводу кроссовок еще хотел сказать. Они выдержали эти 80 километров. Итого они прошли 290 километров. Примерно 100 километров я в них прошел по камням. И километров там 20-25, ну, тупо по воде. Конечно же, они начали чуть-чуть рваться. Не критично пока, но уже заметна их потрепанность. Хотя эти кроссовки, опять же, если мы говорим, что они рвутся как-то быстро. Ну, выбираем или толстое, тяжелое, или тонкое, легкое. Вот и все. В принципе, друзья, это все, что я хотел так коротко рассказать. Основное, наверное, я расскажу на стриме, если он будет. Когда буду рассказывать про этот поход, про Черемош. Какие приключения у нас были. А приключений было от наставления, грубо говоря, на нас автомата. И щелканья предохранителем до погони за автобусом, в котором были оставлены документы и деньги. А об этом уже, наверное, на стриме. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Всем ультралайт. Пока-пока. Пока-пока.